Доброго времени утра, друзья, с вами Арталаски, и сейчас узнаете о самых разрушительных ошибках при создании игр. Также в этом видео вас ждут итоги розыгрыша из прошлого видео и старт нового, но сначала минутка рекламы. Хотите с нуля освоить профессию геймдизайнера и научиться разрабатывать игры? Тогда обратите внимание на годовой курс от Skillbox, в котором вы научитесь работать с Unity и Unreal Engine. Освойте скульптинг в ZBrush и узнаете всё необходимое про геймдизайн. Skillbox – это онлайн-университет с серьёзными преподавателями из крупных компаний и серьёзными результатами. Вы можете учиться первые полгода бесплатно, а за это время вы уже получите целую тонну навыков и сможете найти работу, в чём Skillbox вам активно поможет. Тебя ждут не просто лекции, а работы с наставником в четырёх интересных блоках с разным уровнем сложности. Оплата курса идёт по частям с возможностью кредита до трёх лет, и при покупке вы получаете безграничный доступ к остальным курсам Skillbox со всеми обновлениями. Переходите и регистрируйтесь по ссылке в описании, а мы начинаем. И первая ошибка – незнание своей аудитории. Это то же самое, если бы я назвал вас макарошками и с эпологейскими шуточками, как это делает Флатинго. Йов-йов, мой сладкий темнокожий пирожочек. Меня зовут Флатинго, мне 23 годика, и я люблю делать всякие лайтовые игруйки. Не вздумай снова включать. Но я знаю, что моя аудитория это не поймёт и не оценит, потому что она более взрослая, у неё другие ценности, приоритет и ориента. Кхм, чувство юмора. С играми абсолютно такая же ситуация. Вы должны чётко знать, для какой аудитории вы создаёте ваш проект, какой у неё возраст, ценности, чего она хочет и что она не приемлет. Не пытайтесь сделать миролюбивый платформер с цветочками радугой для аудитории, рубящих в мясо всё и вся в каком-нибудь Doom Eternal. Кому-то, несомненно, он понравится, но большая часть аудитории даже не посмотрит трейлер вашей игры. Ну а если это не самый важный показатель, так как многие люди не зацикливаются на одном единственном жанре, то есть момент куда важнее. Это размер аудитории. Проще говоря, потенциальное количество человек, которые могут заинтересоваться вашей игрой. Хороший способ узнать размер аудитории, найти похожие игры в стиме или PSN Store и посмотреть количество продаж через Steam Spy или Gamestad. Стоит понимать, что в разные года интерес к подобным играм может быть разный, поэтому желательно искать наиболее свежие релизы для актуальной и достоверной информации. Попытка создать собственный движок. Я не знаю, чем думают эти люди, но это явно плохая идея. Что бы ты ни задумал, передумай. Исключением может быть, если вы действительно толковый программист, шарящий во многих областях, и вы хотите создать что-то проще и шустрее уже существующих движков. Я не говорю о том, что создать собственные движки это плохо. Я говорю о том, что это плохо для вас. Пока у вас немного выпущенных проектов, не так много необходимых знаний и особенно ресурсов, в том числе человеческих. Проще говоря, работая в одиночку, начать создание игр с разработки движка – очень плохая идея. Очевидно? Да. Прислушиваются к этим советам? Ха, нет. Сейчас существует огромное количество игровых движков и есть как минимум 10 толковых, избавляющих вас от многой рутины и превращая процесс создания игр в увлекательное творческое занятие. Покупка гейммейкера или использование почти бесплатного Юнити или Unreal Engine – куда более разумный вариант, который сэкономит вам и время, и деньги, и сильно повысит шансы на то, что вы действительно создадите игру. Переоценка своих сил Довольно часто можно встретить разработчиков, которые пытаются внедрить в свою игру дорогостоящие технологии или сложные функции, которые в итоге либо оказываются бесполезными, либо вообще не доводятся до конца. Например, добавление в игру реалистичной физики, которая будет корректно работать с персонажем и окружающим миром – задача очень сложная, как для 2D, так и для 3D пространства. И очень часто не самые опытные разработчики на этом моменте запарываются и прекращают разработку. Но ведь время уже потеряно, а порой средства. Подобных примеров может быть много – создание MMORPG, да и вообще мультиплеера яркие тому примеры. Но самый пик, когда разработчик мультиплеерной игры прежде всего заботится о том, выдержит ли сервера наплыв игроков, заранее арендует сервер на сотни тысяч посетителей, а по релизу онлайн в игре держится на уровне нескольких тысяч игроков. Потому что о самой игре разработчик заботился не так сильно, как о сервере. Мораль проста – не переоценивайте себя и в первую очередь заботитесь о качестве игры в целом, а не каких-то отдельных её аспектов. Пренебрежение аналитикой. Вот было бы здорово знать, какие моменты в игре игроку понравятся, а какие он захочет поскорее пропустить и забыть о них. Нравится ли ему, как открывается этот сундук? Нормальная ли сложность у этого врага? Удобное ли меню в игре? Да, информация очень полезная. Тогда почему большинство разработчиков никогда её не смотрят? Из проектов проекта не совершают одни и те же ошибки, наступают на одни и те же грабли и теряют игроков на одном и том же. Ведь достаточно просматривать аналитику собственных проектов, и вы будете знать очень и очень много. Это отдельная тема по настройке и анализу данных статистики, и сейчас я лишь хочу донести до вас то, что это очень важный момент. Если вы никогда об этом не задумывались, то задумайтесь. Ещё одним немаловажным бонусом будет изучение постмортемов выпущенных игр, в которых вы напрямую от разработчиков узнаете обо всех сложностях, с которыми они столкнулись и как они с ними справились. Найти их можно на сайте gomasutra.com Безлишняя скрытость или открытость разработки? Не самая частая ошибка, но и далеко не самая безобидная. Почему-то некоторые разработчики ведут секретные разработки своих проектов. Никому о них не рассказывают, ничего не показывают, а потом выкладывают игру и удивляются, почему в неё никто не играет. И начинается. Стим фигня, игроки уже не те, жизнь боль, свободная касса. Ситуацию может исправить только покупка рекламы, накрутка или внимание со стороны блогеров и стримеров, что по сути тоже реклама. Но как понимаете, это всё время и деньги. А всего-то надо было собирать аудиторию игры ещё на этапе её разработки. Начните вести свой блог, делитесь гифками или скринами в соцсетях. Получайте ценные фидбэки, критику и собирайте сообщество в вашей будущей игры, которая купит её сразу после релиза. Пренебрежение фидбэком и критикой. К слову, пренебрежение критикой очень серьёзная ошибка. Как бы вы не любили её, хорошую или плохую, именно критика со стороны игроков поможет вам создать игру лучше. Особенно ценной будет критика от вашей целевой аудитории. Суть в том, что игра может быть понятна вам, но не вашим игрокам. Вы знаете каждый кирпичик вашей игры, но игрок, открывший её впервые, может не понять из самых простых вещей, которые вы в неё заложили. Ваша задача как разработчика и геймдизайнера общаться с игроком средствами вашей игры, учить его играть в вашу игру. Будет это интуитивный дизайн или целая энциклопедия с правилами – отдельная история. Но всегда прислушивайтесь к вашим игрокам. Вы не должны выполнять все их прихоти. Вы должны отслеживать, понял ли игрок то, что вы хотели до него донести. Боязнь признать ошибку. Самая частая, популярная, жестокая и беспощадная ошибка, которую совершали все не только в геймдеве, но и в обычной жизни. Вы наверняка слышали поговорку «Лошадь сдохла, слезь». К играм она применима ничуть не хуже, скорее даже наоборот, как для нас писали. Представьте, что вам в голову пришла классная идея игры, которая завоюет весь рынок и сделает вас долларовым миллионером. А вы получите мировую, слава у разработчика, уникального игрового проекта. Но проходит день-два. Вы из последних сил делаете эту игру, не спите по ночам и вдруг вам закрадываются сомнения. А правда ли эта игра такая классная? Что-то скучновато. Что-то уже неинтересно. Но вы утешаете себя. Я только начал, она не может быть интересной сейчас. Вот добавлю сюда классные графики, музыки, эффектов и тогда уйдет огонь. Но с каждым днем вы все больше утверждаетесь в том, что ваша идея неинтересна. Может даже не уникальна. Возможно кто-то сделал эту игру до вас. Вам советуют менять тактику, менять какие-то особенности игры, которые вы придумали. Может быть большую часть. Но часто выходит и так, что сама по себе идея неинтересна, неиграбельна. И ее надо оставить в покое. Жалко? Да. Грустно? Еще как. Бросать проект, на который вы потратили столько времени и сил надежды на лучшее будущее? Добро пожаловать в Индии. Чтобы не стать очередной жертвой этой ситуации, всегда начинайте создание игр с прототипа. Если идея интересная, она будет интересной даже без крутой графики и музыки. Поэтому, если вы понимаете, что чего-то не хватает, что-то не то, не надейтесь замазать это красивым артом. Полируйте правила игры до тех пор, пока в нее не станет интересно играть на одних кубиках и квадрате. Все остальное уже приправа, которая будет усиливать и подчеркивать вкус вашего блюда, а не пытаться спрятать за ним несвежую колбасу. А теперь давайте узнаем победителя розыгрыша из прошлого видео, которое, кстати, набрало более 500 комментариев за неделю. Это очень круто, друзья, спасибо вам. Как я и обещал, если будет 500 участников, то и победителей будет трое. Если это окажетесь не вы, не расстраивайтесь, так как после этого розыгрыша сразу же стартует новый. Начнем. Ю-ху, поздравляю первого победителя. Напиши в комментариях свой инстаграм или вк для связи и выбирай любой курс на юдеми, а мы переходим к оставшимся двум победителям. Вот и второй счастливчик, который может выбрать любого из моих курсов и получить его совершенно бесплатно. А у нас на очереди третий подписчик, по крайней мере я на это надеюсь, и... вот он. Поздравляю. Ты также можешь выбрать любой из моих курсов и уже сегодня начать его проходить. Ну что ж, пора объявлять новый розыгрыш, в котором я разыграю и курсы, и ассеты. Правила все так же просты. Вам нужно лишь оставить комментарий под этим видео и через неделю в новом видео кто-то из вас станет победителем. Количество победителей также зависит от количества участников. 300 комментариев и победителей будет двое, а 500 комментариев добавляет третьего. Первый победитель получит право выбора и сможет выбрать между ассетом плеймейкер, любым курсом на юдеми и любым моим курсом. Второй победитель выберет из того, что останется после первого, а вот третьему выбирать уже не придется. С вами как всегда был Арталаски, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока!